МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Стало известно, что у людей со второй группой крови вероятность заражения коронавирусом на 20% выше. Тогда как люди с первой группой крови имеют самый низкий риск заражения. Так ли это на самом деле, мы узнаем сейчас. У нас в гостях заместитель директора Алматинского областного центра крови Серик Саменович Абдразаков. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот так ли это на самом деле? На самом деле, может быть, это не совсем и так, потому что про кровь очень много, на самом деле, гипотез. Есть много версий про кровь. Даже в некоторых странах есть такие версии, что характер человека зависит от группы крови. Допустим, в Японии они в это очень сильно верят, и даже при наборе сотрудников учитывают его групповую принадлежность. Но целенаправленных научных исследований в данном направлении не проводилось. И говорить о том, что люди, допустим, со второй группой крови, более подвержены риску заражения какой-либо видом инфекции, я бы сказал, что это не совсем правильно. Все зависит от общего состояния организма человека и от состояния его иммунитета, от наличия каких-либо сопутствующих хронических заболеваний. Допустим, если человек молодой, и у него нет никаких хронических заболеваний, то можно, соответственно, констатировать, что иммунитет у данного человека будет нормальным. Естественно, он будет лучше противостоять инфекции, чем, допустим, человек, который уже в возрасте, у которого имеются сопутствующие хронические заболевания. Вот в таком плане. Можно смело сказать, что группа крови не влияет. Да, группа крови не влияет на состояние иммунитета. Но здесь немаловажную роль, конечно, играет профилактика. Ну и защищенность каждого человека. Здесь давайте узнаем, вот пандемию коронавируса объявили, все организации готовятся, вот 70% уже все учебные заведения, студенты и учащиеся сидят дома, занимаются дистанционно и так далее. Какая работа ведется у вас в центре? Ну, как известно, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в связи с тем, что данная инфекция вышла за пределы одного государства, охватила очень многие государства. На данный момент известно, что уже практически на всех континентах, в материках присутствуют данные инфекции. Инфекция сначала зародилась, как известно, в Китае, затем уже инфекция вышла за пределы одного государства, европейские страны стали подвержены данному виду инфекции. Затем инфекция уже появилась и в Соединенных Штатах, и в России, и у нас в том числе. Ну, в связи с этим, наверное, объявили и пандемию. Многие страны стали переходить на определенные режимы. Во многих странах объявлены режимы чрезвычайного положения, в том числе и у нас, в Казахстане. Глава государства Касмужамур Тукаев объявил режим чрезвычайного положения 16 марта по 15 апреля. Но, естественно, в таких условиях многие организации должны были пересмотреть формат своей работы, особенно медицинские учреждения. В том числе и наш центр крови не остался в стороне. Мы сейчас на данный момент также пересматриваем некоторые подходы в работе, корректируем нашу деятельность. Это связано с тем, что ежедневно центр крови посещает доноры. Есть вероятность того, что коронавирус может быть и среди этих доноров. Поэтому некоторые подходы в работе мы пересмотрели. Усилены профилактические мероприятия в некоторых структурных подразделениях. У нас в основном с донорами контактируют. Это три структурных подразделения. Отдел комплектования доноров, отдел заготовки крови, ну и первичная лаборатория. Ну и, допустим, количество сотрудников у нас в центре крови 73. Из них можно сказать, что в контакт вступают с донорами, с пациентами. Где-то человек, наверное, 25. Остальные это у нас лаборатории, другие структурные подразделения, отдел контроля качества, которые непосредственно не контактируют. Поэтому на данный момент мы сейчас пересмотрели некоторые подходы, откорректировали деятельность, ввели масочный режим. Влажную уборку у нас проводят через каждые два часа. Все рабочие поверхности обрабатываются дезинфицирующими растворами, дверные ручки, столы. Каждые полчаса масочный режим введен. Все доноры, прибывающие в центре крови для участия в донорстве, обрабатывают руки дезинфицирующим средством. Вот в таком плане. И исходя также из ситуации, мы сейчас пересматриваем подходы при комплектовании донорского потенциала. То есть мы решили комплектовать доноров только из числа жителей города Талдукурган. Из числа постоянных регулярных доноров. То есть это постоянные регулярные доноры у нас лица, которые уже когда-то участвовали в донорстве. Они знают порядок правила подготовки кроводачи. Их особо информировать не надо. Тем более есть их телефоны, контактные данные. Мы можем им позвонить, отправить сообщение, попросить принять участие в донорстве в любую минуту. Вот в таком плане у нас сейчас откорректированные подходы в работе. В год у нас участвуют где-то от 10 до 11 тысяч доноров в донорстве. Из них 50% это у нас постоянные регулярные доноры. Ну, порядка 5-6 тысяч человек. В основном это жители города Талдукурган. Поэтому на данный момент можно смело сказать, что донорским потенциалом мы будем обеспечены. И если возникнут какие-либо экстренные ситуации, то центр крови в состоянии. То есть провести все мероприятия по заготовке крови. И обеспечить лечебные учреждения компонентами крови в необходимых объемах. Хочу напомнить нашим телезрителям. Студия работает в прямом эфире. Если у вас есть вопросы, можете позвонить нашему гостю по телефону 40-01-09 и задать интересующие вопросы. Код города 8-72-82. Звоните. Вот нам в студию постоянно звонят в редакцию и спрашивают. Туда беспокоенность появилась вот в плане сдачи крови. Люди боятся идти. Вот одна талдыкурганка звонила, что ее родственница попала в больницу. И ей очень нужна кровь. И все они с родственниками собрались пойти сдать. Но боятся. А вдруг среди нас есть человек, у которого, возможно, есть этот вирус, коронавирус. А вдруг мы заразим того родственника, который и так лежит в больнице и готовится к операции. В таких случаях что делается у вас? Передается ли коронавирус вот именно через сдачу крови? Ну, как я уже сказал, у нас усилены все профилактические мероприятия. То есть влажную уборку мы чаще стали проводить. Проветруем почаще помещения. Дезинфицирующимися системами мы стали пользоваться, в том числе и доноры. Масочный режим везде введен. Помимо этого, значит, проводится обработка воздуха у нас в местах скопления доноров специальными аппаратами. При заготовке крови у нас используются изделия медицинского назначения все одноразовые, современные, стерильные. Поэтому прям такой особой боязни, можно сказать, у многих людей нет. Поэтому бояться не надо. Бояться того, что вы где-то там в центре крови, вас зарезают коронавирусом. Практически это исключено. Но, как я уже сказал, в донорстве у нас сейчас стали принимать участие вот именно на этот момент. Постоянные регулярные доноры из числа жителей города Талдук-Урган. С районов не надо приезжать. Пока мы, значит, перешли вот на такой формат работы при комплектовании доноров. Помимо этого, у нас на приеме врач-терапевт проводит более тщательно отбор доноров. А нам собирается более тщательно. У донора, естественно, спрашивают, были ли вы за рубежом. Ваши родственники пребывали ли за рубежом. Был ли у вас контакт с каким-нибудь больным. Все это уточняется. Каждому донору измеряется температура тела. То есть ужесточен отбор при комплектовании доноров. Медицинский осмотр, все это у нас проводится. Все мероприятия профилактические проводятся. Поэтому я бы рекомендовал донорам не испытывать страха. Пожалуйста, приходите, сдавайте кровь смело. Кровь, она нужна всегда и везде. К сожалению, сейчас много таких моментов, когда без крови невозможно обойтись. Есть такие ситуации, когда только посредством переливания крови можно спасти человека. Поэтому единственным источником крови у нас являются доноры. Где нам взять эту кровь? Только доноры. Еще раз хотелось бы, в пользу случаях, поблагодарить всех наших доноров, особенно города Талтыкурган. Спасибо всем донорам за ваше милосердие, за участие в донорстве. Вот благодаря донорам у нас есть такая возможность проводить все мероприятия по заготовке крови. Это доноры постоянные, которые регулярно сдают, но их крови разве хватит? Вот в этот определенный отрезок времени, вот до 15, например, апреля, пока будет карантин, пока у людей какие-то страхи, все, я думаю, не пойдут сдавать кровь. Ну, есть, мы просто по этим вопросам, по волнениям людей интересовались. Вот они боятся пойти, хотя коронавирус, ну, у вас тоже, наверное, тщательно проверяется, выявляется, если даже человек прибыл откуда-то, или вы им отказываете. Если человек приехал, к примеру, уже недалеко с Алматы, вот с Нур-Султана приехали в Талтыкурган, тут родственник болеет, надо сдать кровь. Или, может быть, надо было у вас запасы какие-то сделать большие, чтобы проблем в таких форс-мажорных обстоятельствах не было? Да, у центра крови всегда есть недельный запас компонентов крови. Это где-то у нас от 500 до 600 доз компонентов крови. И этого хватает, чтобы в течение недели мы, даже если доноры в эту неделю не придут, мы можем 40 медицинских организаций в течение недели обеспечить компонентами крови. Недельный запас у нас есть от 500 до 600 доз. А это сколько литров примерно? Ну, в литрах это где-то порядка 250 литров крови у нас есть. Ну, это большой объем. Как я уже сказал, на приеме врач-терапевт более тщательно проводит медицинский осмотр. И в связи с тем, что именно сейчас идет по всему миру пандемия коронавируса, то есть анамнез собирает более тщательно. При сборе анамнеза она уточняет состояние донора, есть ли у него температура или нет, проводит замер температуры, уточняет, был ли он за рубежом, за границей. Человек не может обмануть, скрыть, что он прибыл откуда-то? На такой случай как вы реагируете? Состояние человека видно сразу. Этот человек действительно здоров или у него есть какое-либо недомогание. Давайте об этом чуть позже продолжим. Есть телефонный звонок, ответим нашему телезрителю. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте! Я хотел бы ответить на этот вопрос так, что существует версия, что коронавирусу более подвержены люди пожилого возраста. И симптоматика заболевания, то есть клинические проявления практически похожи на все виды острых респираторных вирусов, на грипп. В начале заболевания практически отлечить это или коронавирус, или это грипп, или это УРВИ практически невозможно. Вот у женщины, например, кашля нет? У нее в данный момент симптомы острой респираторной вирусной инфекции. Но в любом случае, учитывая вот эту ситуацию, которая сейчас создалась, надо немедленно обратиться к врачу, проконсультироваться, провести все необходимые медицинские обследования. И лишь затем уже можно говорить, что, допустим, какое у них заболевание. Ну, есть, допустим, такой момент, можно отметить, что тест-системы, экспресс-тест-системы для выявления коронавируса. Если таковые тест-системы, допустим, у нас в городе Талдукургане есть, то, соответственно, надо провести эту тест-систему. Потом только уже можно говорить, или это коронавирус, или это грипп. Но отличить в начале заболевания одно заболевание от другого практически тяжело. Тем более, это новый вид вируса. Да, это новый вид вируса. Впервые, значит, вирус был выявлен в Китае в 2002 году. Это была типичная пневмония. Затем в 2002 году, в 2012 году также была выявлена инфекция. Три вида инфекций существуют. В 2020 году появился новый коронавирус, COVID-19. Инфекция передается воздушно-капельным путем, контактным путем. Ну, есть, я уже говорил, мнение, что почему-то подвержены риску заражения люди более пожилого возраста. То есть, имеется в виду, как я уже говорил, иммунитет, состояние иммунитета. Люди с хорошим иммунитетом менее подвержены. Но этой женщине, Джангак Курерменовызге, даригерлерге хабарласы? Да, мне это сурды даригерлерге бару герек. Бырақ даригерлердің айтынша, температурасы жоқ адамды, олар қабылдамайды. Тек сермит. Бірншы ден температура болу герек, деп айтқат. Енді Курерменовымыз хабарласып, даригеріне өзіңіз үйіңізге жетел жардыым шақырып, тек сері валуыңызға болатын шығар. Тағы да Курерменовымыз хабарласқан екен, мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте. 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 Ауа қаймын жоғамасы коронавирус? Угу. Кандай ауа? Коронавирус ауа. Далада баллы ойныз жөзгой. Угу. Сонда егезде. Угу. Рахмет. Ну, вирус неустойчив в важнейшей среде. Особо благоприятные условия для развития вируса – это температура воздуха от плюс 8, ну, где-то до плюс 15 градусов, можно сказать. Ну, это данные, допустим, последние данные по коронавирусу. Риск заражения, ну, это инфицирование возможно только в местах скопления людей. Поэтому, почему вводятся ограниченные мероприятия, чтобы скопления людей не было. Но если вы, допустим, где-то на улице один, то через воздух, естественно, невозможно заразиться. Да, откуда-то не придет вирус. Ну, придет инфекция. Инфекция передается от человека к человеку. Поэтому надо избегать больших скоплений людей. Если вы именно попали в такую ситуацию, то с собой, наверное, маску надо носить все-таки, маску одеть. Где у нас большое скопление людей? Это общественный транспорт, торгово-развлекательные центры. Вот именно в таких местах надо с собой носить маску. Ну, стараться именно в этот период поменьше бывать в таких местах, избегать скопления людей. Ну, тем более сейчас развлекательные центры не работают, торговые тоже, школы все закрыты. Медучреждения тоже работают в своем таком режиме. Поэтому есть возможность как-то вот ограничить тебя от скопления людей. И как-то защитить себя и не ходить никуда. А вот многие организации отправили часть своих работников на... Ну, вот в связи с этим карантином отправили домой. Оставили, сказали работать дистанционно. Либо... Давайте ответим телезрителю. Позвонил наш телезритель. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Ну, технические, видимо, неполадки. Звоните 40-01-09. Мы будем отвечать на ваши вопросы. Поэтому можете позвонить. Код города 8-72-82. И вот у вас, вы сказали, более 70 человек у вас работают. Все они будут приходить в здание или часть их будут работать дома? Нет, центр крови продолжает работу в прежнем формате. Вот поэтому наша основная задача – это обеспечить лечебные учреждения компонентами крови, которые могут понадобиться в любое время, в любое время суток. Обеспечиваем мы все 40 лечебных учреждений Алматинской области в круглосуточном режиме. Поэтому необходимый объем компонентов крови у нас должен быть. Поэтому все сотрудники выходят на работу. У нас сейчас таких ограничений мы не устанавливали. То есть не меняли регламент рабочего времени, не меняли количество сотрудников. То есть мы работаем в прежнем формате. Единственное, что мы сделали, это мы усилили профилактические мероприятия. Вот как я уже говорил, перешли на масочный режим, обработку рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами. Почаще стали проводить влажную уборку, проветривание, обработку воздуха специальной аппаратурой. Вот в таком плане. Ну, такие-то процедуры тоже и дома надо бы почаще проводить, наверное. Как вы советуете? Естественно, да. То, что мы и на работе делаем, естественно, у себя дома мы тоже должны почаще проводить влажную уборку, проветривание. Есть версия, что через продукты питания, особенно через мясные продукты, возможно. Есть, то есть, коронавирус животных и коронавирус человека. Коронавирус животных впервые в 1936 году, по-моему, был выявлен. Коронавирус человека культивирован в 1965 году. Поэтому сейчас рекомендации ВОЗ есть. Тоже при разделке мяса, допустим, дома у себя, надо использовать там раздельные доски, ножи. Все это надо обрабатывать кипятком. Ну, соблюдать определенные санитарно-гигиенические нормы. Понятно. Есть телефонный звонок, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы вот хотела бы узнать, вот у нас вот коронавирус, говорят, да, вот мы живем в Алма-Ате, в Казахстане, да, вот мы никуда не улетали. Вообще, по идее, которые приезжают за границ, вот они болеют. Здоровый человеку надо носить или не надо носить маски? Спасибо. Спасибо. Ну, на этот счет существует очень много мнений. Некоторые утверждают, что здоровому человеку нет надобности постоянно ходить маски. Ну, как я уже говорил, вот выше, в местах большого скопления людей, если вы хотите себя, допустим, защитить, то я бы рекомендовал собой все-таки носить маску. Но если вы где-то один или, ну, на улице находитесь, зачем носить маску, то есть у вас... Тем более, если вы здоровый человек. Да, если вы здоровый человек, зачем постоянно ходить маски? Ну, надобности нет постоянно ходить маски. Единственное, вот на масочный режим переходят некоторые вот медицинские учреждения. Там необходимо, потому что там рядом больные находятся, персонал медицинский, кто-то из них может быть, так сказать, уже инфицирован данным видом вируса. Поэтому масочный режим вводится только в отдельных организациях. А каждому гражданину, допустим, ходить в маске, ну, это необязательно. Но еще, если человек сам болеет, чтобы не заразить других... Больному человеку обязательно надо ходить. Вот больным именно надо ходить в маске. Но уже раз вы заболели, вы уже будете находиться, естественно, в лечебном учреждении. Там уже другие подходы будут. А у вас в учреждении хватает защитных средств, как своим сотрудникам? Ну, у вас опасный участок, к примеру. Да, как я уже говорил, риск заноса инфекций. Ну, мы много говорим, потому что в городе нет масок. Сейчас завозят, не успевают, люди закупают. И вот нехватка идет. Вот с простыми масками. А вот медикам нужны, ну, серьезные защитные средства. Есть звонок. Давайте ответим потом на наш вопрос. Мы вас слушаем. Вот у меня была с чужой четвертая группа крови. Слышите, да? Слышим, говорите. Четвертая группа крови была. А в прошлом или позапрошлом году здесь в Олимп кровь сдавал, почему-то там у меня оказалась третья группа. Такое может быть? Группа крови человека не меняется по всей его жизни. Вот с какой групповой принадлежностью человек родился, она будет до конца жизни. Такое без изменений остается. Единственное здесь нюанс может заключаться в том, что где и какой методикой определяли групповую принадлежность. То есть в 90-е годы, возможно, были другие реагенты, другие методики. Даже при определении групповой принадлежности, возможно, технические погрешности. И именно тогда, возможно, неверно определили групповую принадлежность. На данный момент все технологии изменились, уже другие реагенты, новые методики. Ошибиться невозможно. Ошибиться риск ошибок очень мизерный, можно сказать. Поэтому желательно групповую принадлежность перепроверить именно у нас в областном центре крови. Приходите в областном центре крови. В областном центре крови пусть приходит, и мы определим без проблем. Еще есть телефонный звонок. Говорите. Алло, салим от субе. Салим от субе. Мену Коэндеэн срағым, менің аяғым ауғыр еді. Мен Алматы облысы, Сар-Кан-ауданында тұрамын. Маған, калага бард босаму керек. И есле карантин жүрват канджағдайда, мен Алматы каласына. Маған, калага бард босаму керек. Маған, калага бард босаму керек. Несмотря на то, что, ну, допустим, режим карантина в двух городах ввели, ну, естественно... Вряд ли ей разрешат. Ей не разрешат, но специальное разрешение надо, можно получить. Можно получить. Это надо договариваться между ведомствами. Управление здравоохранения должно, допустим, договориться. Это значит, ей уже сейчас надо обращаться к своим врачам? Обращаться, да. К врачам, врачи пусть в управлении здравоохранения согласовывают. И можно, значит, беременную женщину транспортировать в город Алматы. Только в таких случаях можно будет зайдать в Алматы. В отдельных случаях, да, можно зайдать. Но я бы посоветовала, чтобы она туда даже и не поехала. Раз она беременная, могла бы родить у себя. Да, у нас перинатальный центр, хорошо, очень оснащенный. Да, целях защиты. Все-таки здесь пока еще, слава богу, нету вируса. Поэтому как-то чище. Ну, или у себя в Сарканде. Но, к сожалению, время нашей программы истекло. Мы хотим напомнить нашим телезрителям. Каждый день в 16.00 работает студия. Сегодня вы можете позвонить и задать интересующие вопросы именно по коронавирусу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова